День в день Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему Проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала Идут параллельно, да И два входа в них А как, вы не могли бы нам Посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы, это вопрос, наверное Не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите Предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Председатель центра консультации собственников квартир И кооператива БАК-2 Сергей Сидорко с нами на прямой связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Мы, как всегда, готовы Выслушивать ваши вопросы Замечания Какие-то неясности Прокомментировать И сделать это можно в прямом эфире 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Это телефоны прямого эфира Они работают И также можно написать нам Написать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Номер, по которому мы тоже готовы Отвечать на ваши вопросы Ну, если вам удобнее, скажем, например В письменном виде Или там есть слушатели, которые Периодически нам сбрасывают Какие-то ссылки на новости Которые они увидели в интернете И просят таким образом Их прокомментировать Конечно, очень много вопросов Всегда связано с Как всегда, мне кажется Там вечные темы Это собственники Земли То есть, если вот На прошлой неделе, я помню, что был Такой вопрос с установками знака Если этот знак Ну, запрещающий на въезд На территорию На стоянку Находится на земле Которая принадлежит Вот Не Не жителям этого района И Есть, конечно, очень много Вопросов Связанных с Лоджиями Сейчас будет проходить Проверка И Вот, может быть Я думаю, что Поскольку это действительно Очень многих волнует Все время подчеркивается Что якобы Ну, как бы Это будет Не с целью Наказания А с целью Ну, просто вот Проверки Все-таки Вот Если люди Застеклили Лоджию И сделали Это Не Согласовав Проект Вот Какие Могут ли быть Какие-то все-таки Меры Наказания Заставят ли их Демонтировать Вот эту Лоджию И Есть ли действительно Реальная угроза Например Вот Ну Для людей Связанные с этими Проверками Вы знаете Я бы сказал так Что здесь Очень сложный вопрос В первую очередь Как будут Эти проверяющие Определять Время Когда было Застеклено Лоджия Почему это важно Потому что В Риге Были разные Периоды Когда В одно время Вообще До 2000 года Может быть Даже чуть-чуть позже Эти лоджи Отпустили И Иерическая дума Как соответствующий Комитет Сказал Что пусть Стеклят Пусть Стеклят Это первое Второе Потом Начали Вводить Но Самое Нелогичное Что Начали Вводить От каждого Собственника Требует Отдельный Проект Да И В этом Случа Это был Большой Берен Когда Каждого Собственника Требовали Отдельный Проект И Уж Я не знаю Как там Бувалда Разбиралась Но По-моему Согласовывали Все Что Приносили Архитектор Поэтому Не Единого Такого Облика Здания Не получилось Потому что Есть масса Лоджий Которые Остеклены По проекту Но Совершенно Разными Там Ну Скажем Визуальными Решениями И Это Сейчас Тоже Здесь Большой Вопрос И Что Дальше Хорошо Основное Требование По Застеклению Лоджий Должно Быть Два Первое Она Должна Быть Безопасной Для зданий И окружающих Чтобы не Вывалилось На голову Кому И второе Она Должна Поддержать Некий Визуальный Облик Здания Работать С тем Чтобы Ну Здание Выглядело Опрятно Хотя И вот Ну Пройдут Они Сейчас И что Ну Установят Ну Зафиксируют Эти Вот же Единственное Я думаю Логичный Результат Который Может Получиться В результате Это После Этого Просто Напросто Скать Что Вот Дальше Если Будете Застеклять То Без Проекта Никак Но Опять Так Какого Проекта Ведь Надо Было Сделать Единый Проект Остекления Здания И Тогда Уже От него Танцевать Ну Никто Этого Не Хотел Делать И Поэтому Сейчас Вся Вот Это Скажем Информационный Шум Вокруг Этого Я не Знаю Как Это Все Будет Оформлено Ну Хорошо Можно Пройти И сказать Если Формально У тебя Нет Проекта Все Отдавай Штраф Да Но Может Ли закон Иметь Обратную Силу То есть Если Какой То Момент Были Закон Никогда Не Развещал Самовольное Строительство Здесь Вопрос Отчем Тут Есть Разного Уровня Так Сказать Решение Это было Решение Реческой Думы Что Пускай Стеклят Не будем Наказывать Но Поскольку Реческое Управо Подчиненное Реческой Думе Так Она И Сяла Под козырек Но На самом деле Ни один Закон Не разрешает Именно Закон Не разрешает Самовольное Строительство Остекление Лоджии Без Проекта Это Тоже Самовольное Строительство И Собственно Сходя Из Государственных Нормативных Можно Смело Написать Это Административное Правонарушение Можно Потребовать Восстановить Первоначальный Вид Здания Можно Оштрафовать Все это Можно Тем более Я советую Всем собственникам Квартир Заглянуть В свое Инвентаризационное Дело Или Казахстовоизмерительное Дело По новому Названию Нет ли там Отметочки Незаконное Строительство Остекление Лоджии А это Можно Сделать Самому Это Может Быть Такая Отметка Просто Никто Не обращал Внимание Ну вроде Как Поставили Отметку Это было Когда Началась Массовая Приватизация То Тогда Это Отмечалось В этих Делах Квартиры Если Такая Отметка Есть Я бы Посоветовал Побеспокоиться А что Это значит Какие Могут Быть Последствия Там Уже Инспекторы Замельные Службы Уже Отметили Что это было Незаконное Строительство То есть Был момент Когда проверяли Здание На предмет Но это Перед Приватизацией Или в момент Приватизации И тогда Отмечали Если На лоджии Не было Документов Делалась Отметка Незаконное Строительство Такие Дела Я видел Если Такая Отметка Есть То Это Очень Серьезно На самом деле Хотя Никто Пока Ничего Не Делал Не Наказывается Я бы Советовал При Желании Могут Наказать Ну то Человек В таком Подвешенном Состоянии То Понятно Что Он Уже Взят Если Есть Это Отметка То Не При Желании А Обязан Просто То Что Не Исполняется А Наказать Были Обязаны Давно Или Потребов Ну Какое Наказание Можно Было Просто Потребовать Привести В соответствии Слегализовать Это Строительство А Каким Образом Заглянуть Как Можно Заглянуть В это Инвентаризационное Дело Оно Должно Быть На руках У каждого Собственника Квартиры А если По какой-то Причине Его Нет За Его Копией Можно Обратиться В земельную Службу То есть Обративши Земельную Службу Можно Получить Копию Этого Инвентаризационного Можно Заказать Копию Копию Да Это Все равно Это Такой Документ Который Необходим Обязательно Иметь Собственные Квартики Если Земельную Книгу Не Обязательно Иметь Сегодня Земельная Книга Это Документ Электронного Формата И Собственно Говоря При Сделках Или Тогда Когда Он Требуется И Его Актуальность Проверяют На месте Через Интернет То Кадаст Измерительное Дело Или Интеризационное Дело Квартира Оно Пока Ростребовано В бумажном Варианте И все Эти Отметки Там Хорошо Видны При этом Советую Смотреть Не только На лоджию Но Обратить Внимание Не делалось В квартире Перепланировка А если Делалось Отражена Ли она В этом Кадастер Измерительном Деле Это Тоже Очень Серьезный Момент Потому Что Если По факту План Квартиры Не Соответствует Тому Что Отмечено В Интеризационном Деле То Это Серьезная Проблема На самом Деле Хотя Казалось Бы Что Такого У нас Ванную Комнату С туалетом Объединить Срезать Одну Гипсовую Перегород Учитывая Что Все Помещение Оно Является Вставкой Из гипса То есть Не несущее Никакое Казалось Ну Что Там Взяли Передел Чего Подобного Это Вместо Двух Помещений Вы Сделали Одно Это Уже Серьезнейшее Нарушение Если Это Не Легализован Это Не запрещено Но Это Такого Рода Переделки Надо Легализовать Получается Что Сама Легализация Как Происходит То есть Если Человек Друг Действительно Сталкивается С тем Что В этом Инвентаризационном Деле Несоответственно Он приходит С повинной Головой Говорит Так и Так Во время Ремонта Не знаю 10-15 лет Назад Были Сделаны Такие Вот Изменения Что Дальше Нужно Делать На самом Деле Делается Очень Просто На самом Деле Приглашается Архитектор Есть Целая Группа Архитектор Которые Специализируются На таких Работах Они Помогают Вам Получить Разрешительную Документацию На перестройку И потом Фиксируют Факт Перепланировки Вот и Все Потому Что Перепланировка Она Бывает По Упрощенному Варианту Когда Вы Не Касаетесь Элементов Общего Имущества То есть Несущих Стен Фасадных Деталей И так Далее Если Это Внутри Квартирные Перегородки То Совершенно Спокойно Упрощенная Схема Архитектор Рисует Было Стало Подтверждает Сотрудничество Со Строительным Инженером Что Силовые Конструкции Не затронуты Это Все Создается У Валды На Автомате Утверждается И потом Вносятся Изменения В Инвентаризационное Дело Это Небольшие Хлопоты Небольшие День Здравствуйте Но зато Добрый день Здравствуйте Господин Сидорко У меня К вам Такой Вопрос У нас Бедриба Я Валдес Лоцик Управляющая Компания Нашла Фирму Которая Лежак В подвале Замерит Выписала Счет Я Пошел С инженером Этой Компании Проверять Там Написано 120 метров Да Длина 120 метров А фактически 40 метров Уже Заменена На пластмассовую Трубу Накручено Там Что угодно И какие-то Все инструменты Какие-то На все работы Как будто Они на прокат И не без инструментов Делают И ПВН Этот Который Ну какой ПВН Тысяча евро ПВН Нам Мы бесприбыльная Организация А мы должны платить ПВН Каждый месяц Но это не к вам Это к будущим депутатам Пусть изменят закон У меня к вам Такой вопрос Как вот нам сделать Чтобы максимально Качественные были Материалы Сантехнические И минимальная Стоимость Работ Потому что Я знаю Что Некоторые Которые строят дома Нанимают специально Сертифицированных Строителей Которые следили за строителями Платят им большие деньги Или потом Замена труб Когда замена Посчитать Что заменено И по результату Оплатить им Спасибо Спасибо Ну Если так прокомментировать Ваше эмоциональное заявление Это первое Насчет строительных Этих инструментов Ну Даже если фирма Покупает инструменты То они не бесплатные Это первое Второе В процессе работы Они изнашиваются Значит Это нужно закладывать И это по закону Закладывается В смет Для того Чтобы фирма Имела возможность Восстановить Свои Средства Производства Ну Это такой Небольшой Комментарий Насчет ПВН Неважно Вы налогоплательщик Или нет Если Оказывается Услуга В данном случае Вы получаете Услугу И Эта услуга Предоставляется Частному лицу А В данном случае Собственная квартира Собственная квартира Частные лица То это Дополнительная То это Работа Облагается ПВН Это нормально Это такой Закон Вы можете Конечно Обращаться Кому Хотите Теперь Относительно Того Чтобы Это Не Произошло Вы знаете Есть такая Пословица Скупой Платит Дважды А то и Тричь В данном Случае Мы Когда Готовим Работы Которые Имеют Какой-то Ну Значительное Уже Потребность Значительных Средствах С нашей Точки Зрения Я считаю От 5000 И выше Если Ремонтные Работы Предполагаются Мы Сначала Нанимаем Сертифицированного Сметчика Который Составляет Нам Делает Дефектацию И составляет Нам Смету Без Расценок Но он Пишет Там Объемы Работы Он Считает Объемы Работы Их Обосновывает Он Предъявляет Требования К Необходимым Материалам Если Необходимо То и Требования К технологиям Которые Должны Применяться Этот Человек Абсолютно Не Заинтересован В том Сколько Эта работа Будет Стоить Он Заинтересован В том Чтобы Качественно Определить Объем Работы И Предложить Соответствующие Решения Которые На рынке Существуют И которые Обеспечат Заданные Параги Далее Мы Публикуем Эту Часть Это Фактически С методом Без Ценки Написано Просто Технические Характеристики И Технические Требования И уже Любой Строитель Который К нам Приходит Он Ограничен Тем Что Он Это Предложение Может Сделать Только В рамках Того Что Нам Написал Сменчик В этом Случа Исключается Возможность И Некачественного Предложения И Свои Ну Скажем Так Или Замены Материалов И Объемов Работ Под свой Взгляд Строителя И так Далее Потому Что Если Этого Нет То Строитель Может По-своему Делать Как Он Считает И Это Первое И второе Технический Надзор Который Вы сказали Да Мы На работы Которые Имеют Либо Элементы Технической Сложности Либо Дорогие Нанимаем Технический Надзор Это Независимый Строительный Инженер Который Не связан Ни со Строительной Компанией Он Представляет Нас И Закон И он Контролирует И объемы Выполнения Работы Качества Это Это Дает Конечно Такой Подход Удорожания Якобы Удорожания Но зато Во-первых Мы Гарантированно Получаем То что Хотели Получить То есть Качественный Продукт В необходимом Объем И второе Мы Уверены В качестве Потому что У нас Есть Квалифицированный Специалист Который Именно На то и Заточен Чтобы Контролировать Работу Других Строителей И Были Нередко Случаи Когда Этот Специалист Либо Останавливал Работы У нас Либо Заставлял Переделать Такое Было Точно Хотя Брали Вроде Надежных Поставщиков Но Всякое Настройки Случаются Всякое Поэтому Если Вы хотите Себя Обезопасить По части Траты Денег Будьте Добры Используйте Сметы Составленные До начала Работы Проекты Делайте Если Необходимо И После этого Нанимайте Специалистов Для контроля Тогда У вас Будет Все Хорошо И Не Так Это Будет Дорого Это Будет Даже Дешевле Чем Если Вы Делаете Дешевле Возвращаясь К Лоджиям Застекленным Тут Нам Прислала Слушательница Целую Серию Посланий Я их Сейчас Зачитаю Квартиры Покупали Продавали Вместе С лоджиями Уже Застекленными За это Платилась Пошлина Ну Я все Цитирую При Приватизации Квартиры До 2011 Года Балконы Лоджии Были Включены В составную Часть Отдельной Квартирной Собственности Потом Закон Поменяли Сделав Балконы Лоджии Частью Общедомовой Собственности Закон Обратной Силы Не имеет Значит Застекление До 2011 Года Законно Так Вот Так Ли Это Ну Скажем Так Очень Ошибочное Заявление О том Что Поменяли Лоджии И То Были В общей То В Квартирной Собственности Ничего Подобного Лоджия Как Строительный Элемент Элемент Фасада Всегда Была Частью Общей Собственности То есть Ограждение И Несущая Конструкция Лоджии Всегда Была Частью Общей Собственности Никогда Она Не была Никакой Частной Собственности Площадь Да Площадь Но это Площадь И Покрытие Лоджии Это Является Частной Собственностью Вот Если Вы Лоджию Чем-то Покрывали То Это Ваша Частная Собственность А вот Несущая Панель Она К сожалению Никак Не ваша Это Первое Второе Частную Собственность Или физическую Собственность Собственной Квартиры Входили Окна И двери Никак Не лоджия Лоджия Не имеет Окон Двери Поэтому В данном Случа Это Заявление Ошибочно Далее Покупали Продавали Приватизировали Не Приватизировали Вы Должны Помнить Одно За Состояние С Он Отвечает За Все И Неважно Кто Был До Него Вы Купили Такую Квартиру Вы Не Проверили Что Лоджия Застеклена Легально Это Ваша Проблема Это Не Проблема Того Кто Был Когда Скажем В 98 Году Это Ваша Проблема А Так же Как И С Автомобилем Везде Это Обычная Собственность Где Не Ответственность За Все Последствия За Нарушения Несет Текущий Собственник Здесь Возмущаться Нечего Это Закон Не Новый Законы Существовали Я Не Знаю С Каких Времен И Поэтому Нет Предмет Значит Соответственно Единственное Что Вы Должны Сделать Если Вы Законно Послушный Гражданин Или Житель Латвии Или Собственной Квартиры То Будьте Добры Проверьте Соответствует Ваша Собственность На Сегодняшний День Законодательству И Тем Документам Которые У вас Есть И Приведите Их В порядок Согласуйтесь С тем Что Есть По Жизни Потому Что Я стал Сталкивался С случаями Когда люди Покупали Квартиры С шикарной Перепланировкой С мощнейшими Улучшениями Не убедившись Что это Все легально А потом По какой-то Причине Туда попадались Строительные Инспекторы И после этого Начинается Очень Вот тогда Уже начинается Если к вам Попадет Строинспектор Избу Валды Вот тогда У вас Начнутся Очень Крупные Неприятности С большими Денежными Последствиями Сейчас Если у вас Есть такие Несоответствия Я все-таки Советую В установленном Законном Порядке Легализовать А не Философствовать Ну и вот Буквально Несколько Минут назад Мы как раз Говорили о том Как это Сделать Сергей Сидорко Приседатель Центра Консультации Собственников Квартир И председатель Кооператива Бака-2 Отвечает На ваши вопросы Вопросы Эти можно Задавать По телефонам Прямого эфира 67212 93.9 67213 93.9 Звоните Если что-то Вас волнует Непонятно Вы можете Получить Грамотную Консультацию Ну и Конечно Пишите На номер 2306191 2306191 Тоже Вы можете Таким образом Отправить Вопросы Мы Обязательно Зачитаем В эфире Вот Недавно Я читал В прессе Была Тоже такая Нашумевшая История О том Как Проходилась Крыша Дома И в результате Там по-моему Какая-то Серьезная История Заливают Буквально Там Верхние Этажи И Посчитав Вот Обнаружили Там Ну составили Смету По-моему Порядка 40 тысяч Евро И жильцы Заявляют Что вот У них Таких денег Нет Просто Они не В состоянии Там Осилить Такой Ремонт И вот Просто Ставится Вопрос А кто Жен В таком Случае Вот Чинить Крышу Дома То есть Вот В принципе У людей Ну до сих Пор Ощущение Такое Что Вот Заботиться Об этом О жилье Должно Государство Самоуправление В общем-то Ну Какая-то Такая Вот Такое Мнение Ну Мнение Неправильное Платить Должны Они То есть Принять Решение О стоимости Ремонта И источники Финансирования Должны Собственники Квартир Организовать Помочь им Организовать Подобные Решения И потом Реализовать Это Решение В виде Ремонтных Работ Должна Управляющая Компания Либо Другое Лицо Которому Собственники Квартир Доверят Объем Работ На самом Деле Если Да Очень Многие Работы Если Не Создаются Везерные Фонды То Их Очень Трудно Профинансировать Потому Что Ремонт Крыш Если Такой Капитальный Ремонт Крыш Это Дорогостоящие Мероприятия И В данном Случае Действительно Вряд ли На счету Какого-либо Дома Может Оказаться Такое Количество Но Есть же Система Кредитов Есть же Система Кредитов И Поэтому Если Жильцы Вообще-то Собственники Квартиры Понимают Что они Собственники И понимают Что они Должны Выполнить Эти работы Иначе Их здание Просто Разрушится Ведь что Значит Прохудившиеся Крыши Это Сразу Влага В силовых Конструкциях Если Это Зима И влажные Конструкции Это Разрушение Этих Конструкции Это Вообще Упадок Здания Ну Сразу Значительный Я уже Не говорю О том Комфорте Кавычках Который Будет У тех На кого Течет Ведь Это же Поврежденная Крыша Это значит Любые Осадки Любые Осадки Это значит Вы Подвергаетесь У вас Дождь Квартире И Это Не Кончается На одной Квартире Это все Уходит Дальше И дальше И дальше Поэтому Если Не делать Ремонт Крыши То Соответственно Влажные Стены Трагедия Или Колоссальные Неудобства Во многих Квартирах Плюс Повышенное Энергопотребление В виде Отопления Потому что Влажное Здание Отопить Практически Невозможно Сколько угодно Накачивать Тепло Но оно все Будет Холодно Поэтому В данном случае Единственный Разумный Выход Это Поискать Источник Финансирования В конечном Итоге Естественно Что при отсутствии Средств Это будет кредит Но только Его можно Получить Двояко Можно Получить От банка Напрямую А можно Ну договориться Со строителями На отложенный Платеж На рассрочку Платежа Такой Время тоже Бывает И При Нормальных Доверительных Отношениях Средители Идут На такие Вещи Они Берут Собственников Квартир Кредит Но Все равно Дом должен Будет Погасить Эту стоимость Включая Проценты И так далее Поэтому Я бы советовал На самом деле Заниматься Тем Что брать Кредит Но еще Если время Позволяет То нужно Посмотреть Какие Виды Софинансирования Предоставляются На вашем Вашем Регионе Но в Риге Я знаю Реческая дума Дает Определенное Софинансирование На Аварийные Работы Но там Нужно Время Чтобы успеть Оформить заявку 6 7 212 939 6 7 213 939 Сорвался Вот у нас Звонок Звоните Задавайте Вопросы Я вот Как раз Хотел Может быть Даже Уточнить А что Делать Если Дом Уже Действительно Начинает Разрушаться То есть Вот Жильцы Дома Которые Долгое Время Откладывали Надеялись На авось Откладывали Какие-то Проблемные Ремонты Вдруг Они сталкиваются С тем Что Ну Какие-то Нереальные Просто Суммы Дом Начинает Разрушаться Вот Практически Может Стать Непригодным Для Жилья Вот Чем Это Грозит И Например Если Вдруг Часть Жильцов Дома Категорически Отказывается Ну Говорит Что Вот У них Нет Денег И Все Вот Они Не 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 Платить Что Должны За них Платить Другие Жильцы Что Нет На самом деле Не так На самом деле Немножко По-другому Во-первых Если Большая Часть Собственников Квартир Вещает Что Надо Делать Тот Или Иной Ремонт И его Оплачивать И это Сделано В определенном Решении В определенном Законном Порядке То остальные Обязаны Платить Если Они Не будут Платить Под Любым Лозунгом Есть Деньги Нету Деньги Это Лозунг Здесь Не Важим То В принципе Эти люди Становятся Банальными Должниками Против которых Применяются Все средства Иеридической Народки И На самом деле Тот человек Который Сопротивляется Ремонтам Особенно Тем Которые Таким образом Не платят Он лишится Этой собственности Но эту собственность Займет тот Кто может Платить Вот и все Очень жестоко Но это так У нас Звонок Здравствуйте Добрый день Добрый Добрый Сделайте только радиоприемник Чуть-чуть потише Да Чтобы не было фона Спасибо Так Вот такой вопрос У нас много Квартирный дом Но он разделен Не на квартирную собственность А так называемая Домаэма Даля И естественно Организовать Как я понимаю Товарищество Мы уже не можем В чем разница Может быть Вы объясните Господин Сидорко И как нам поступить Лучше В этом случае Потому что Управляющая компания Практически Не участвует Ни в ремонте Ни в этом Она говорит Предлагайте Сдавайте деньги И еще Кроме этого Находите Сами Работников А мы посмотрим Какое они составят Смету Вот такая ситуация У нас Будьте любезны Да Попробуем Но я хочу сразу сказать Что Бедриба Является Такой же Управляющей Компанией Как ваша Сегодняшняя Просто у нее Скажем так Есть Коммерческие Предприятия Есть Некоммерческие Есть там СИА Есть Акционерное Общество Но есть Бедриба В данном случае Бедрибы Никто вам не запрещает Создать Потому что Бедриба Создается Двумя человеками И потом В ней В уставе Прописывают Цели и задачи Кто может быть Членом И после этого Можно свободно Уступать Так что На сегодняшний день У вас никаких Препятствий По созданию Очередить Бедрибы Нет Два человека Из вашего дома Если вы хотите Чтобы это была Бедриба Специализирована На вашем доме Проразгласив Что членом Может быть Только Обладатель Идеальных Далей От дома Адрес номер Такой-то И все Вы создаете Бедрибу Самое главное Что Бедриба Должна после этого Получить права Потому что Сама по себе Бедриба Это общественная Организация Без каких-либо Она может делать Все то Что разрешено Законом Но в части Управления Домом Я понимаю Что вы хотите Каким-то образом Перенять Управляющую функцию На себя Определенную То в части Управления Дома Значит Должно быть Собрание Собственников Идеальных Далей Закон Вам Позволяет На сегодняшний день Принимать Решения Касающиеся Необходимых Действий По управлению Жилым домом Все таки Принимать 51% Голосов Там немножко По другому Голоса считается Но тем не менее Там упрощена Там не требуется Стопроцентного Согласия Вы собираетесь Наделяете Бедривы правами Там заключать Договора Искать Управляющую Компанию Ну набор Полномочий Может быть Очень широкий И после этого Вы уже можете Активно влиять На Своего Управляющего Или делегированного Управляющего Через Бедривы Ну вот так Примерно Так что У вас Каких-то Особенных Проблем Нет Дело в том Что Ну надо При таком Отношении Как вы Описываете Если оно Такое То такого Управляющего Надо Менять Единственное Что нужно Помнить Независимо От того Какой Будет Управляющий Вы должны Обеспечить Нормальный Финансовый Патрон То есть Во своевременно Оплату Коммунальных Услуг И соответственно Выделение Денег Необходимое Количество Денег На Ремонтные Работы А так У вас Проблемы Такого Рода Проблемы Добрый День Здравствуйте Здравствуйте У меня Несколько Вопросов Первый Вопрос Должен Быть Договор Между Валдой Бедребой И Скажем Членами Этой Бедребы На Обслуживание Дома Второй Вопрос Имеет Ли Право Полномоченное Лицо Валды Без Решения Жильцов Дома Отключить Горячую Воду Ну Наверное Пока Хватит Спасибо Спасибо Ну Никакого Договора Между Валдой И членами Бедребы Быть Не должно Потому что Отношение Здесь Явно Чувствуется Что человек Пытается Смешать Взаимоотношения Собственника Квартиры Взаимоотношения Члена Бедребы С правлением Если у вас Управляющая Компания Является Бедреб То члены Бедребы Являются Членами Бедребы То есть Очевидителями Этой Организации Все вопросы Внутреннего Характера Типа Выборы Типа Распределения Доходов И так далее Это в компетенции Членов А вот Откуда Возьмутся Доходы И какие Полномочия У Бедребы Это решает Собственники Квартир На самом деле В доме Действуют Две институции Первая Первичная И основная Это Собственники Квартир Которые Принимают Все главные Вишины Кто ими Будет управлять Сколько За это Платить Какие Ремонты Делать Сколько За эти Ремонты Платить Это все Независимо От того Какая У вас Управляющая Компания Форма Управляющей Компанией Бедреба Сия Или Акционерное Общество Это Решают Собственники Квартир Это Их Эксклюзивное Право И никто Это Право У них Забрать Не Может За Исключением Того Случа Когда Собственники Квартир Эти Права Делегируют Специальным Протоколом Управляющей Компании Такие Случаи Тоже Есть Поэтому Ваш вопрос Немножко Некорректен Я бы Сказал Так что Решать Делать Ремонт И почем Должны Собственники Квартир То есть Бедреба Готовит Такое Вещание Кто-то Ж должен Быть Там Приведет Соответствующую Экспертизу Запросит Возможные Ценовые Предложения И должна Вынести На собрание Собственников Квартир Не на собрание Даже если В том Случа Что Сто Процентов Собственников Являются Членами Бедребы Все равно Решение О Таком Ремонте Должно Выноситься На собрание Собственников Квартир Ни в коем Случа Не на собрание Бедреба Также И вопрос О повышении Кварплаты И все остальное Относительно Отключение Неотключение Коммунальных Услуг Вы знаете Здесь Вы вопрос Задали Общее В принципе Холодную Воду И отопление Можно Отключать Как и Канализацию Эти услуги Можно Отключать Соблюдая Правила Которая Прописана В соответствующих Постановлениях Кабинета За неуплату Можно Отключать Это Общее Правило Там Есть Свои Особенности Я не буду На них Распространяться Но это Можно Делать И Соответственно Я думаю Что В данном Случа Если Речь Идет О горячей Воде То То же Самое Распространяется Единственный Вопрос Тогда Уже Надо Вникать Весь Стояк Коммуникация Перевоплотиться В этих Собственников Квартир С жизненной С жизненной Точки Звения Я бы сказал Так С тем Что я сталкиваюсь Даст Потому что Очень Вот эта Коллективная Собственность Накладывает Очень большие Неудобства Потому что На самом деле Там 90% Вопросов Должно решаться При 100% Согласии Что невозможно Начнем С того Что там Другое Регулирует Если Квартирная Собственность Она регулируется Более Простым Способом То Коллективная Собственность Копи По Шамсона Регулируется Гражданским Законом Там Очень много Специальных Случайных Случайных Не рассматривается Там Очень Общее Законодательство В принципе В чем Разница Вам Скорее Пояснят Юристы Но я знаю Так Что там Где я сталкивался С такими Домами Управление Чрезвычайно Осложнено Да И Если Особенно Это Юрмал То там Еще и Проблема Потом С продажей Очень трудно В таких условиях Хотя эти квартиры На самом деле На рынке В первую очередь Уходит квартирная Собственность Только потом Копи Пошелся Но Я бы сказал так С практической точки Извини Если вы видите Такой вариант Вам предложили Деньги Ну не столь Громадные Чтобы От этой идеи Отказываться Ну вот Буквально У нас Одна минутка Остается Еще один звонок Сейчас принимаем Здравствуйте Я просто Хотел бы уточнить Горячую воду Отключили Не в единичную квартиру А всему дому Отключили Когда 38 человек платят А там 5 человек не платят Вот какая ситуация Просто Ну если Нечем платить За тепло Так вам и отключат Горячую воду И тепло Точнее Тогда говорите Что вам Отключили тепло Летом Так получается Или Зимой Горячую воду Потому что Не хватает денег На уплату За тепло Что я могу сказать Здесь вопрос Уже заключается В другом Качество работы С должниками Раз Почему люди Не платят Два И в третьих Я еще раз повторяю В случае Неуплаты Отключение Возможно И это Предусмотрено Соответствующими Правилами Надо смотреть На вопрос А почему Допущена Неуплата Почему Какая борьба Ведется С должниками Вернее Какая работа Не борьба А работа Ведется С должниками И почему Допускаются Столь значимые Долги Когда приходится Отключать В том числе Почему Почему не созданы Резервные Фонды В доме Для погашения Временной Неплатежеспособности Одного Второго Человека Это тоже Это все Организовывается Беспребойная Подача услуги Должна быть Организована И Утвержденный Порядок Этой подачи Должен быть Утвержден Собственниками Квартир Ну я думаю Что вот Тема действительно Такая большая И мы можем Ее продолжить Уже в следующий Понедельник Сергей Сидорко Председатель Центра консультации Собственников квартиры И кооператива Бака-2 Сегодня отвечал На ваши вопросы Большое спасибо И до следующего Понедельника До свидания Удачи Всего доброго